Лидия Аркадьевна, ну вот как признанный эксперт, что вот вы можете сказать по событиям на Украине? Там же к власти пришли бендеровцы, ну фашисты. Фашисты, фашисты. Это Навальный все делает, хотя он сидит в тюрьме, но он всех там подкупил деньгами. Он все время подкупает деньгами и люди за эти деньги трудятся. Там ужасная война. Очень. Люди, люди там гибнут. ЦРУ, ЦРУ, это страшный человек. Он ужасный человек. То есть вот НТВ сказала вчера, что он подозревается в работе на Центральное разведывательное управление американское. Вы как считаете, это может быть на самом деле? Правда это или неправда? Работает он на вражескую разведку на американскую или нет, Навальный? Конечно он работает. Естественно он работает. Потому что деньги все делают. Вы понимаете? Деньги все делают. Но в России миллионы честных людей, которые за деньги Родину не продают. Как вы думаете, почему он продал Родину за деньги? Он, да, я могу сказать, что он предатель. По определению, да? Предатель. Больше он никто. Самый настоящий предатель. И всех подкупает за свои деньги. Все. Ну, сейчас он находится под домашним арестом. Вы же знаете. Ну, я думаю, теперь его немножко хоть останавливать будет это? Или как вы думаете? Или он будет находить возможность все равно продолжать свои деньги? Все равно он будет продолжать. Но только я хочу сказать, кто его посадил, пусть не выпустят его. Я же слушала, что в марте месяце его посадили. До 25 или 23 апреля он там будет сидеть. Ну, Навальный враг России или нет? Как вы считаете? Конечно, он враг. России враг. Он враг. Он хотел, хотел, пожалуйста, с Лужковым хотел Москву завоевать. Потом москвичи сказали, уходите отсюда, чтобы вас не видели. Потом хотел с Лужковым Украину завоевать. Там сказали, Украины сказали, ни в коем случае. Убирайтесь вон отсюда. Убирайтесь. Но они убрались. 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 Наконец-то наши власти взялись за него по-серьезному. И он, по крайней мере, сейчас сидит под домашним арестом. И вы сказали, его лучше всего, конечно, не выпускать. Лучше не выпускать. К сожалению, пятая колонна есть в России. Как вы считаете? Пятая колонна враги в России все-таки есть на нашей территории. Да? Вы думаете? Я уверен в этом, потому что Навальный один из них. Он же действует на нашей территории. На нашей территории. Ну, таких много. К сожалению, таких много. Лидия Аркадьевна, ну и вообще, вот как вы вообще считаете, Украину надо освобождать? Обязательно. Ведь Путин сказал, это наша часть Украина. Это наша родина. Путин сам сказал. И Жириновский сказал то же самое. То же самое. Спасибо. Спасибо большое вам, Аркадьевна, за ваше честное слово. Спасибо большое.